Привет все! Рад быть с вами! Это невероятная толпа! Хорошо, ребята, я вас не слышу, поэтому я просто начну. Я хотел сказать в первую очередь, очень рад быть с вами. Я недавно говорил на биткоин-конференции в Амстердаме и вещи, о которых мы говорили, очень сильно отличались. Это невероятно, какую разницу мы видим всего за 9 месяцев. Последний раз тема была о том, как игра подстроена, но мы не можем сдаться. И на самом деле, похоже, что это слишком хорошо, чтобы сдаться. Мы смирялись с издевательствами, мы знаем, что они не играют по правилам. Не потому что нам это нравится, но потому что у нас не было альтернативы. И что невероятно, это то, что мы начинаем создавать свою собственную. Одна из основных вещей 9 месяцев назад была «Герри Генслер, Герри Генслер, Герри Генслер». Все держалось на его словах. И я напоминал всем, что Герри Генслер – это не папочка биткоин. И сейчас гораздо проще это говорить, потому что мы видим, что на самом деле биткоин – папочка Генслера. Мы побеждаем, дамы и господа. Но мы не победили. Так что нужно не зазнаваться. И я думаю, к сожалению, это конец веселой части этого разговора, но я думаю, что в этом году много людей будут говорить о веселых вещах. Так что я вам для этого не нужен. Я заметил, что у нас гораздо больше политических представителей в этом году, что невероятно. Мы достигли стадии борьбы, где они начинают с нами бороться. Но на самом деле, потом они пытаются нас заставить их полюбить. И что я хочу сказать быстро об этом, потому что я не хочу говорить о политике. Это проголосуйте, но не присоединяйтесь к культу. Они не наше племя, не наша личность. У них свои интересы, свои ценности, свои цели, которые они преследуют. Попытайтесь получить то, что вам нужно от них, но не отдавайте себя им. Даже если вам нужно проголосовать за это. Что я хочу сделать – это установить рамки этого разговора немного по-другому. Я хочу, чтобы вы рефлексировали на тему того, где мы, как мы сюда добрались и куда мы направляемся. Есть строки из книги, которые, я думаю, очень хорошо резонируют с этой толпой. В каждой стране мира, я верю, невероятная нечестность принцев в суверенных штатах, использующая уверенность их субъектов, на порядке снизила непосредственное количество металлической ценности, изначально содержавшиеся в их монетах. Адам Смит, Благосостояние наций, 1776 год Мы не играем в игры с металлом больше. Но если вы посмотрите вокруг, вы можете видеть, что проблемы от этого мышления прорастают повсюду. Они затрагивают нас, они душат нас. И вы видите это также в интернете. Что неправильно с интернетом? И что с ним неправильно, это то, что неправильно с миром. Потому что все больше они хотят одного и того же. Система была построена вокруг нас. Не только через администрации, но через поколение, которое фундаментально нечестна. Что я имею в виду? Посмотрите на экономику. Происходит увеличение концентрации ресурсов в уменьшающемся количестве рук. То же самое происходит даже с человеческим голосом. Победитель забирает все. Это модель, которая появляется на платформах. Повсюду, куда ни посмотри. Говорите ли вы о вещании? О традиционном медиа? О газетах? Говорите ли вы о социальных сетях? Мнение меньшинства еле выживает из-за цензуры. Они держатся за грань платформы ногтями. Вы видите водителей грузовиков в Канаде, которых лишают банковского обслуживания. Видите студентов в Колумбии, которых увольняют за вещи, которые не выражают. Мы не должны с ними соглашаться. Не обязательно. Но у них должна быть возможность спорить. Возможность преследовать. У них должна быть возможность отстаивать. И у них должна быть возможность, если честно, расшатывать. И это вещь, которая заставляет нас прогрессировать. Это не согласие. Если мы принимаем, что система, которую мы унаследовали, это лучшее, что может быть? Ее не нужно менять. Не нужно оспаривать. Что мы говорим? Это то, что мы зашли достаточно далеко. Это точка в истории. Лучшее. И это не так. Мы знаем, что это не так. Жизнь все еще сложна, несмотря на привилегии и технологии, которыми мы благословлены. Но кто-то создал эти вещи. Любая хорошая вещь, которая вам нравится, это продукт чьей-то работы, чьих-то усилий. Часы их жизни были подарены нам, как виду. И система, которая была построена вокруг нас, спроектирована, чтобы выкачивать как можно больше этого и возвращать в руки этих принцев. Вы заметите, что ничто из того, что я упомянул не сильно технично по природе. Все это для общей публики. Но о чем я хотел сегодня предупредить, это то, что я боюсь, что это изменится. В нашей жизни все больше вторгаются экраны. Эти куски стекла. Вы смотрите это либо в живую на сцене, потому что вы зарегистрировались через смартфон, через лэптоп. Никто не купил билет у прилавка. Это не то, как работает мир сегодня. Но для того, чтобы даже просто включить этот компьютер, чтобы залогиниться, установить аккаунт, достать смартфон из коробки, подзарядить, подсоединить к Wi-Fi, вам нужно нажать ОК, чтобы продолжить. Вам нужно согласиться на чьи-то условия. Вы должны пройти через ворот разрешения, которыми владеют и управляют другие. Кто, кстати, ни перед кем не отвечает. Вы видите Facebook, Google, как они используют доверие всех повсюду, во всех странах. Вы видите, как Евросоюз пытается до них дотянуться и их полностью игнорируют. Есть GDPR, общий режим защиты данных, который должен решить все эти проблемы. И он не сработал. Они говорят, мы наложим штраф в 4 процента от глобального дохода, если вы нарушите правила. И этого не произошло. И проходят годы и годы и годы. Говорим ли мы о правительстве или о корпорациях? Мы говорим об одном и том же. Мы говорим о системизации технологий, которые разработаны, чтобы настроить наши жизни для пользы структур. Они пытаются организовать нас, чтобы мы приносили пользу им. И в каких-то случаях мы хотим этого. Мы хотим, чтобы люди кооперировались. Мы хотим, чтобы они коллаборировали. Нам нужно, чтобы люди работали вместе. Но нам нужно согласиться на это каким-то образом. Нам нужно это. И это же не кликните окей, чтобы продолжить, или нет и используйте телефон по-своему. Нет, это кликните окей, или вы не можете использовать свой айфон, не можете использовать свой андроид. Неважно, кто выпускает Samsung, Google, Apple. Вы играете по их правилам, или вы не играете. И это должно поменяться. Мы доберемся до этого попозже, когда у нас будут хорошие успехи в контексте денег. Вот почему, кстати. Внезапно мы наблюдаем много политического интереса в этой публике. Они понимают, что есть новый центр власти, который появляется. Но есть новое поле уязвимостей, которое касается нас всех. Включая этих людей, которые будут говорить сегодня. И это искусственный интеллект. Я не один из тех парней, которые кричат в интернете, безопасность искусственного интеллекта, роботы нас убьют. Нам нужно беспокоиться. Я говорю, на самом деле, я хочу, чтобы они все выложили свои модели в интернет, где мы все смогли бы их использовать. OpenAI, который не особо открыт. И на самом деле, это компания с очень закрытой моделью, которая хочет получать пользу для себя, за ваш счет. Они хотят тренироваться на ваших данных, но получать пользу для себя. Они не хотят, чтобы у вас был доступ. Они не хотят, чтобы вы разобрали эти модели, украли, забрали домой и делали, что хотите с ними. Они хотят, чтобы вы возвращались к их водопою. Платили им и получали доступ только их образом. Даже если бы у вас была возможность технологически запустить это дома. Хорошая новость в том, что это все проще. Заполучить это в личные руки, чтобы запустить на домашних машинах. И я не говорю от балды. Я провел весь прошлый год, используя эти модели сам дома. И вы можете тоже это делать. Модели на опенсорсе. Говорим ли мы о языковых моделях, фейсбук, в сторону которого я накидал грязи в начале этой речи, на самом деле был силой добра в этом пространстве. Не потому, что они любят вас или нас или меня, или что-то такое. Но потому, что они боятся, что их конкуренты, такие как OpenAI, которые я упомянул, построят структуру вокруг них, возведут стены и потом будут брать с них за это деньги вечно. И фейсбук этого не хочет. Фейсбук сказал, что мы сделаем, это разработаем инструменты и дадим их всем, чтобы монополия не смогла сформироваться и использовать нас. Собственный интерес больше, чем альтруизм, но я все равно аплодирую. И я не фанат Цукерберга. Но это отличное решение. Я надеюсь, он продолжит. Я знаю, что вечно это не продлится, но пока я рад этой помощи, которую мы можем получить. Но почему я поднимаю этот вопрос на биткоин конференции? Причина в том, что транзакции биткоина не частные. Все вы это знаете в общем смысле, потому что это 2024 и не 2013, где мы говорим о биткоин полностью анонимен. И это деньги для преступников. И единственный, кто в это все еще верит, это Элизабет Уоррен. Реальность такова, что транзакции биткоина перманентны, они публичны и их нельзя отследить. Невероятная часть информации об этих транзакциях полностью слита, просто не публично. И это из-за того, как люди выходят и заходят в сеть биткоина или любого другого крипто. И это из-за точек входа-выхода, из-за этих классических обменников, которые лицензируются штатом Нью-Йорк или какой-либо другой страной, в Дубае или это, или в Нью-Йорке. И они делятся информацией в объемах с тем, что мы вежливо называем регулятор. С тем, что общими словами описывается как великая власть. Люди не фокусируются на отправке этой информации правительству Барбадоса, но если они боятся получить обвинение со стороны этого правительства, они отправят все, что попросит это правительство и скажут, если вам нужно что-то еще, пока мы здесь. Были безопасные моменты в этой цепи, которые не были полностью идентифицированы и верифицированы. У вас могли быть частные транзакции, вы могли отправить 5 долларов приятелю за пиццу, пока комиссии были низкими, иначе вы бы подождали. Но идея в том, что вы можете все еще взаимодействовать с сетью и предполагать, что это просто выдохнется в итоге. Оно там, на блокчейне, у кого-то это есть. Но дело не в вас, дело в том, что все будут знать все, что вы сделали, где угодно, все время, вечно. Потому что если у них есть история ваших транзакций, у них есть история вашей жизни, они знают, что вы читаете, что вы покупаете, кого вы поддерживаете политически, куда идут ваши пожертвования, все это доступно им. Они могут просчитать ваше мышление, просчитать ваши связи. И в агентстве национальной безопасности мы называли информацию, которая не является детализированным разговором, не буквально текстом, но просто это вы отправили кому-то. И это было по их интерпретации, не по моей. По моей это нарушение Конституции, но по их это не влияло на четвертую поправку, потому что это не поиски, не прочитывание сообщений, это отслеживание потока сообщений. Мы называли это метаданными. И эти метаданные показывали, какой у вас паттерн жизни. Метаданные можно описать как запись действий. То же самое, что получит частный детектив, если он будет за вами ходить весь день. Он не будет сидеть за вами в кафе и слышать все, что вы говорите, потому что вы поймете, что за вами кто-то следит, но они сидят снаружи. В машине на улице знают, что вы в кафе сейчас. Видят, что вы сидите за столиком с этим другим человеком. Они узнают, кто этот человек, какой у него номерной знак. Они знают, что вы встретились, у вас связь. Они видят ее на работе, в магазине, они не видят, что конкретно было куплено, но они знают, где были совершены покупки. И чем больше таких данных, тем более завершенная у вас картина всей человеческой жизни без запроса какого-либо ордера. Какой у этого был сдерживающий фактор? Цена. Вам нужен был человек-аналитик, который просматривал метаданные. Метаданные можно было собирать автоматически, через все эти машины. Но кто-то все еще должен был черпнуть стаканом из ведра, разложить на столе и сделать из этого картину. Модели с машинным обучением все это поменяют. По моему мнению, это уже делается. Мы просто не имеем доказательств этого. Сейчас тесты или разработки, мы не знаем, как это применяется и когда это будет полностью работать. Но это фантазия предполагать, что они этого не делают. И нету никакого регулирования. Насколько я знаю, в США, чтобы это предотвратить, никто не думает о том, что делают эти агентства. И мы не говорим только об НСА или ФБР, мы говорим об ИРС. И не только в США, во всех странах. Вы можете сказать, я люблю США. Мне нравится, что они это делают. Пусть шпионят, сколько могут. Но что насчет Китая? Что насчет России, Северной Кореи, Ирана? Что насчет других правительств, которые вам не нравятся? С кем вы не согласны? И внезапно у них может быть каждая жизнь, каждого человека, каждый день, в любой момент, в прямом эфире, интерпретированная на машинной скорости. И потом вы начинаете скармливать эти данные процессу принятия решений. И это причина, по которой я вспоминаю протестующих в Университете Колумбии, в Канаде, неважно либерал ли вы или консерватор. Если вы выделяетесь вы станете ненормальным или аномальным. Чего я боюсь. Что случится довольно быстро, скорее всего. Вероятно, не в этом году. В течение трех лет, мне кажется, в какой-то мере это будет сделано. В течение пятидесяти лет это уже будет абсолютно регулярно и рутинно. Они будут брать всю транзакционную информацию, которую не смогут получить. И это начнется с больших банков и их персональных наборов данных. Это потечет оттуда. К вопросу о том, где мы можем получить эту информацию публично. И блокчейн биткоина доступен всем бесплатно в любой момент. И как вы натренируете эти модели? Вам нужны наборы данных. Поэтому они возьмут все, что они могут, скормят этим вещам и попытаются научить их. Мне кажется, что это будет самое простое. Как выглядит нормальная транзакция? Как выглядит 95%? А потом просто спросят, а что странно, аномально, необычно, что не встраивается? Потом они возьмут эти 5% вероятности, снизят до трех. Потом продолжат снижать, снижать и снижать, пока они не получат буквально отчеты у людей на рабочем столе, в маленьких сообщениях, где будет сказано «это только что произошло, это произошло, это произошло». Хотите ли вы продолжить? И этот человек получит. Кликните «ок», чтобы продолжить на вашей жизни, на ваших возможностях совершать транзакции, торговать? Это будет не только биткоин, это будет виза, мастеркард, это будет везде PayPal. Подписаны ли вы на OnlyFans или что-то такое? Что, как вы знаете, весьма рядовая ситуация, но что-то, чем многие не будут гордиться. Это запустит вопросы этих структур из ряда «хотим ли мы продолжить наш бизнес с этими людьми? Есть ли риск для бренда на горизонте?» И я думаю, что нам действительно нужно подумать о том, как мы защитим транзакции на сети биткоина. Я говорил это 10 лет, меня игнорировали 10 лет, но у нас кончается взлетно-посадочная полоса. И теперь каждый раз, когда вы на этой сети, и мне нравится эта сеть, я ее много раз использовал, вы будете добавлять к набору данных, даже если они не идентифицируют вас, потому что вы мистический кибер-ниндзя, который знает, как себя защитить. Кто другая сторона, с которой вы торгуете? Ваш приятель? Слит ли он? Отправляете бизнесу? Слит ли он? И все большие части этой сети транзакций, по мере того, как они идентифицируются, пространство для всех остальных, для их частных транзакций, снижается. Вы можете сказать, ну, эти большие бизнесы, Visa, MasterCard, у них есть история их транзакций для всех повсюду и все время. Вы не знаете, для чего они ее используют, но они вам ничего не портят, верно? В этом году было вскрыто, что AT&T потеряла все данные своих подписчиков или невероятного количества за определенное время, по-моему, за шесть месяцев, где все ваши текстовые сообщения, все ваши звонки, все, что прошло через их сеть, включая информацию о локации по мобильным данным, были украдены хакерами. Они даже не сказали, кто они, насколько я знаю. Может быть, их не идентифицировали пока, может быть, никогда не идентифицируют. Мы не знаем, от правительства они или нет. Может быть, были отчеты с тех пор, о которых я не знаю. Тогда поправьте меня. Я уверен, кто-нибудь в Твиттере об этом скажет. Но суть в том, что эти невероятные наборы данных — это слабое место. Мы знаем, что их нельзя защитить. Их нельзя контролировать. И у них может быть невероятное влияние на наши жизни. Все эти люди, которые выходят на сцену и говорят прекрасные вещи о том, как они любят биткоин, как любят вас, как сделают эти прекрасные вещи, чтобы что-то улучшить. США — это единственная продвинутая демократия на планете, о которой я знаю, в которой нету простейшего закона о частной жизни. У нас есть четвертая поправка, но это работает только на федеральное правительство. Это не работает против корпораций. И правительство для 90% своей работы, может быть, даже для 95% в плане разведки, они попросту идут к корпорациям и просят у них информацию, обходя стороной Конституцию. И мы были способны это терпеть. Опять же, игра слишком хороша, чтобы ее бросить. Не потому, что нам это нравится, но потому, что у нас не было выбора. Ну, у нас кончается время, чтобы это исправить. И последствия игнорирования этого будут гораздо хуже. И все видят, это не Терминатор, это не Скайнет, это не роботы, падающие с неба, чтобы вытащить вас из дома. Это может быть когда-нибудь, но это очень не скоро. Мы говорим о вещах, которые гораздо более банальны, но гораздо более простые для осуществления. Мы говорим о концентрации власти. Эти политики. Многим из них, вероятно, не нравится, что им нужно подниматься на эту сцену и танцевать перед толпой, которая внезапно обрела гораздо больше власти. Ну, люди, которые всегда были наверху, скоро натянут поводок гораздо сильнее. Не только для них, но для всех. И я хочу немного отдалиться, потому что у нас лимитированное время, и сказать, что послушайте, причина, по которой интернет кажется сломанным, в том, что он отражает сломанный мир. Он отражает последствия всех этих победителей, забирает все динамик и отражает безграничные амбиции этих поколений принцев и оставляет нас с нечестной системой, что означает с нестабильной системой. Почему я думаю, что вся эта тема с искусственным интеллектом вероятно? Причина в том, что нечестные системы производят неудовлетворение. И, следовательно, их сложно удерживать. Но люди, которые хотят их удержать – это люди, которые получают наибольшую выгоду. В нынешней ситуации это те, у кого наибольшая часть ресурсов – те, кто могут влиять на статус-кво в наибольшей степени. И что они пытаются сделать – это удержать волчок во вращающемся состоянии как можно дольше, не давая ему упасть, чтобы никто не написал новую стадию. Вместо того, чтобы оставаться в той же игре, даже если она хорошая, мы не хотим ее покидать. Мы начнем новый раунд. Новую игру. С новыми правилами. Реальность в том, что мы еще не в худшей стадии, но мы туда направляемся. И это мне ясно. И я думаю, что если вы посмотрите… Ну, это чувствуется нормально для вас. Если вы посмотрите на Канаду, посмотрите на динамики. Даже люди, которые говорят все эти речи на сцене. Я не говорю, что они плохо говорят или у них плохая позиция. Но это немного необычно. Тот факт, что они здесь – это необычно. Вещи меняются. И они меняются все быстрее и быстрее. Мы прошли точку невозврата. И мы ускоряемся вниз по наклонной. И мы двигаемся к точке, где все мы должны будем принять очень важное решение о том, как мы проведем остаток наших жизней, стараясь сделать мир для наших детей лучше. Экономика, политика и даже культура снизили доступ к равной значимости. И это произвело негодование, жалобы до такой степени, что появляется ощущение, что любое обсуждение становится инструментом для войны. И мы соревнуемся постоянно. И мы кооперируемся редко. Это нужно поменять. Потому что если вы спросите себя, кто воюет на стороне всего радикализма, экстремизма, что не неверно, вы увидите неравное распределение сил. Я вижу очень мало кровавого соревнования среди банков в плане среднего работника. Говорим ли мы об этих выборах или других за последние 20 лет? Выборы склонны кончаться тем, что ощущается как другая униформа на том же копе. Это проблема. Выборы имеют последствия. Они важны. Есть различия. Но иногда ощущается, что они все менее значимы, чем должны быть. И это, мне кажется, то, что мы все ощущаем. Это семя во всех нас. Мы должны держать руки на руле, как коллектив, как публика. И мы все еще голосуем. Ощущается, как будто наши голоса не так значимы. Действительно ли вы верите, что двое лидирующих – это то, что коллективная воля этой страны выберет, как двое лучших американцев? Когда вы были ребенком в школе, вы говорили «президент лучший на свете». Это так ощущается? Я не думаю. И это оставляет нас с вопросом на засыпку. С вопросом, с которым мы сталкиваемся каждый день. Что ты будешь делать с этим? И реальность в том, что не многое. Сейчас. Если вы средний человек, вы разместите злобный твит о том, что вам не нравится и забудете об этом. Вы хотите посмотреть свои шоу? Хотите пойти домой, чтобы вам было комфортно? Хороший ужин? Пойти спать? У вас есть работа? Вам нужно платить аренду? Мы все бежим на беговой дорожке. А потом что? И для чего? Сейчас мы делаем это для лайков, хотим получить одобрение, принятие. Нас стимулировали соревноваться за внимание и принятие. Нам нужно начать вместо соревнования, начать кооперироваться, работать вместе, чтобы найти выход из этой дыры, которая не является этими выборами, этим политикам, этими правилами. Это эта система. И это то, о чем Адам Смит говорил нам в 1776 году. Интернет сломан, потому что структуры воюют с отдельными личностями, пока эти личности соревнуются друг с другом. Нам нужно сломать это построение. Потому что соревнования везде, но оно только со слабыми. Нам нужно оглянуться и посмотреть на обратную сторону этих принцев. И я не имею в виду контекст правительства, я имею в виду везде. Я имею в виду Джейми Даймонд, Джей Пи Морган. Нам нужно подумать о систематическом влиянии на наши жизни и о том, как мы можем откорректировать это. Люди, у которых на протяжении всей истории были мотивы снижать металлическое значение наших монет, что по сути инфляция, просто под другим именем. Мы не используем металл больше, используем бумагу, но игра та же. Мы в этой комнате используем технологию, которая взяла металл, бумагу и отняла у них. И это через тот самый рычаг, который направил просветающее общество к неизбежной бедности. Я просто хочу, чтобы вы помнили каждый раз, когда вы смотрите на цены в магазине, что вы не одни, вы не изолированы. У всех в этом магазине та же битва, что и у вас. Нам нужно кооперироваться, нам нужно работать вместе и нам нужно убедиться, что они не сожмут эту страну до земли комиссий и дома рабов. И мы сможем сделать это, только работая вместе. Так что, пожалуйста, голосуйте, но не присоединяйтесь к культу. Впереди много работы. Спасибо.